Добрый день, всем здравствуйте, меня зовут Алсуфа Техова, я представляю Московский Министический Форум, Аналитический Центр, спасибо всем большое, кто после такого уже насыщенного и напряженного дня до нас дошел, спасибо большое нашим спикерам, которые согласились принять участие в нашей дискуссии, тема зеленого строительства активно обсуждается в профессиональном сообществе и сегодня уже на форуме прошел и сессию, посвященную зеленым стандартам и я думаю, что в следующий день также будет запланирована несколько подобных дискуссий. Сегодня мы хотели бы обсудить в целом применение зеленых стандартов, их роль в создании комфортной городской среды, которая направлена на здоровье в самом широком смысле этого слова, на физическое здоровье и на ментальное. Я хочу представить наших сегодняшних спикеров. Анастасия Альдюсова, руководитель проектов по международной сертификации зданий компании HPPS. Екатерина Сюдунова, ведущая специалиста на направлении устойчивого развития компании «Брусника» и Сергей Марков, генеральный директор сооснователь бюро А4. Я кратко расскажу, что у нас запланировано выступление каждого спикера и после этого у нас будет возможность послушать вопросы из зала. Сейчас, в том числе, после того, как вы бы знакомились со спикерами, мне бы хотелось узнать, есть ли кто-то в зале, кто, собственно, занимается применением или внедрением международных стандартов или каких-то даже уже наших национальных стандартов. Если да, то можете поднять руку. Видимо, сегодня нет, но надеюсь, что вам будет интересно в том числе. Но, может быть, кто-то есть, кто работает или проживает в зданиях, у которых прошли сертификацию. Таких тоже нет. Но, тем не менее. Хорошо. На правах модератора я тогда начну нашу дискуссию. Собственно, аналитический центр уже на протяжении четырех лет занимается исследованием оптики Urban Health, городского здоровья. И один из таких важных инструментов – это внедрение стандартов строительства, зеленых стандартов. И наш последний проект, который как раз посвящен в целом этому, мы занимаемся оценкой жилого дома по программе реновации в городе Москве на соответствие стандартам БРЯМ. В целом, объект получил рейтинг хорошо. И сейчас, после того, как Дом.РФ разработал зеленый ГОСТ, который будет активно применяться как раз в самое ближайшее время, с 1 ноября, мы также продолжим работу вместе с этим объектом на как раз возможности применения этого зеленого ГОСТа. И мы хотим в целом понять на самом деле, насколько зеленый ГОСТ применим в том числе для объектов реновации, такой сложной темы, которая активно в том числе дальше будет развиваться на все наши города, если уже нет. И второй момент, который является нашей задачей, это понять, насколько в целом этот ГОСТ может масштабироваться на другие города с учетом нашей региональной специфики. И после этого я хочу как раз дать слово Анастасии и спросить в целом, Анастасия, можете ли вы рассказать, какие есть предпосылки до появления этого национального стандарта, может быть, какие есть преимущества и недостатки? Спасибо. Да, спасибо большое за возможность выступить, за то, что пригласили. Да, в первую очередь вообще хочу затронуть такую тему, а зачем вообще нужны зеленые сертификации в стрейчинге индустрии? И мне нужно, чтобы кликер начал работать на самом деле. Вот. Мы все знаем, что наши города на сегодняшний день имеют ряд проблем, да, многие исследования это показывают, и, например, по данным Организации Объединенных Наций, и мы все это видим, происходит глобальное увеличение уровня урбанизации, и есть такие прогнозы, что к 2030 году где-то 60% населения Земли будут жить в городах. Города – это вообще огромные потребители энергии, да, и всех ресурсов глобальных. И при этом наши города развиваются, может быть, не всегда самым здоровым путем, да, есть проблемы с загрязнением воды, там, с загрязнением почв. И, опять-таки, международные исследования показывают, что больше половины городского населения Земли дышат воздухом, которыми соответствуют стандартам качества Организации Здравоохранения. И, собственно, видя все эти проблемы, да, глобально мир взял, скажем, курс на устойчивое развитие. И, говоря об устойчивом развитии, мы говорим о том, что оно строится на трех китах. Это экология в контексте ресурсосбережения, в контексте снижения влияния на окружающую среду. Это не менее важный аспект социального благополучия. То есть мы должны развивать и строить города, в которых, в первую очередь, люди будут чувствовать себя хорошо. Не будет вот этого негативного воздействия на здоровье человека, на его психическое, там, национально-физическое состояние. И третий аспект — это экономика и управление. То есть здесь мы говорим о необходимости создания механизмов, инструментов, в том числе финансовых, управления и создания таких механизмов, которые бы, скажем так, перенаправляли глобально, вот, например, поток финансов из обычных, там, зданий, технологий в более зеленые, более экологичные. То есть необходимо создавать такие инструменты стимулирования. Ну и вообще говоря о термине устойчивого развития, их существует масса, в том числе, например, устойчивое развитие территорий. Понятие дается и градостроительным кодексом РФ. Но если обобщить, то устойчивое развитие — это такое развитие, развитие, которое, с одной стороны, обеспечит нужды современного поколения и не поставит под угрозу будущее поколения, их интересы, их вообще там благополучие и вообще существование этих будущих поколений. Ну и переходя в строительство, да, стали появляться так называемые зеленые здания, то есть это те здания, которые соответствуют, собственно, аспектам устойчивого развития. Это, в первую очередь, продуманные концепции по энергоэффективности, внедрение там хороших таких систем инженерных, внедрение автоматизации здания. Это применение материалов зеленых, и тут мы в первую очередь говорим о, например, о декларированных материалах, материалах с более низким углеродным следом, с меньшими, там, например, выбросами лоз летучих органических соединений. Также это зеленые здания, это здания, которые имеют качественную внутреннюю среду, это там здания с хорошими параметрами воздуха, естественного, искусственного освещения. Это здания, которые имеют определенное качество окружающей инфраструктуры и так далее, и так далее. И для того, чтобы, и таким, скажем так, инструментом для создания зеленых зданий стали международные вот эти системы сертификации. Это, с одной стороны, стандарты, с одной стороны, набор критериев, по которым мы можем определить и отличить, является ли здание зеленым или не является. С другой стороны, международные стандарты можно использовать как такое практическое руководство, методику, которая отвечает на вопрос, а как нам вообще построить зеленое здание, что мы должны там применить, каких показателей мы должны добиться и какими методами. С другой стороны, международная сертификация – это непосредственно вот этот процесс верификации того, что наш проект действительно можно назвать зеленым, то есть это независимая оценка сертифицирующего органа. И, имея такой сертификат, инвесторы будут уверены, что они действительно имеют дело с зеленым зданием, что это там не гринбошинг. И третий аспект сертификации – это постоянное обновление этих систем. То есть, что их отличает, собственно, например, от нормативных каких-то документов. Они гораздо чаще обновляются. Они очень много работают с исследованиями, с интеграцией лучших мировых практик. То есть здесь происходит постоянное движение, что, скажем так, является таким драйвером развития строительной индустрии в целом. И говоря о, например, международных системах, в мире основными являются такие системы, как Брим и ЛИД. Они уже… Брим существует почти 30 лет, ЛИД там около 20 лет на мировом рынке. И на рынке в России они являются лидирующими системами. И мы видим, что вот в этой повестке в контексте ESG они отражают все три аспекта. То есть и аспект экологии, и аспект социального благополучия и управления проектом. Также в мире есть системные сертификации, например, ВЭЛ, которая сосредоточена, как мы видим, в основном на социальном благополучии. То есть ВЭЛ-стандарт – это про здоровье здания, про создание среды с высоким качеством воздуха, с высоким качеством освещения. Очень много там про политики организации, про организацию питания даже есть критерии. То есть довольно такой интересный и довольно жесткий стандарт в плане создания высочайшего качества внутренней среды. Ну и стандарт EDGE сосредоточен в основном на экологии. И это стандарт, который позволяет совсем небольшими усилиями, небольшими затратами создать здание, скажем так, которое сделает один шаг, пусть и небольшой, но шаг навстречу устойчивому развитию. Эта система распространена в развивающихся странах, например, в Южной Америке, в странах Азии. Мы занимаемся по системе EDGE. Есть у нас проект, например, в Узбекистане. То есть эта система позволяет проектировщикам, девелоперам без больших усилий. Там есть специальный онлайн инструмент оценки, который сам делает расчеты, который может где-то подсказывать, какие еще критерии можно применить. То есть оценка эффективности решений с помощью этого стандарта производится довольно просто. Без привлечения дополнительных расчетов, сложных энергетических моделей, как, например, необходимо в системе ЛИП делать. То есть вот такие системы сертификации существуют. И это только капля в море, на самом деле. Практически в каждой развитой стране есть свои национальные системы. Систем очень много. И что мы видим на рынке в России? Это мы видим, что спрос на сертификацию растет, количество сертифицированных объектов тоже растет. То есть мы можем говорить о том, что действительно сертификация на сегодняшний день, она востребована. И есть уже, скажем так, сообщество девелоперов, которые заинтересованы в получении этих сертификаций. Ну и, собственно, на слайде мы видим, какие положительные эффекты получают, почему, собственно, растет этот спрос. То есть за счет тех характеристик улучшенных, которые мы закладываем в здания, мы получаем снижение негативного влияния на природу, получаем снижение выбросов парниковых газов. Зеленые здания позволяют получать зеленое финансирование, то есть привлекать дополнительные инвестиции в проект. Такие здания, они довольно хорошо выделяются из конкурентов, так повышается их стоимость на рынке недвижимости, как раз таки за счет вот этой реализации актуальных технологий, за счет того, что повышается качество среды, улучшается там благополучие пользователей, и что там для офисных, например, зданий актуальна даже работоспособность, за счет этого повышается у сотрудников. И на сегодняшний день также мы говорим о том, что в контексте изменения климата, климатические риски становятся довольно большим фактором риска, и зеленые здания, они меньше подвержены этим рискам, и как раз тоже за счет создания качественных инженерных систем здание, в принципе, имеет меньше рисков в процессе эксплуатации и меньше затрат, которые с ними связаны. Ну и, скажем так, один из ключевых, может быть, положительных эффектов, ну, наиболее понятным положительным эффектом для большинства людей является экономия на эксплуатационных расходах, да. Вот буквально на предыдущей сессии по зеленому строительству в зале была женщина, которая сказала, что она живет в здании сертифицированном и там платит за жилье 75 квадратных метров, 4 тысячи в месяц коммунальных расходов. Ну, то есть, да, экономия, там, в зависимости, может быть, от уровня сертификации, она довольно заметная. Ну, говоря о преимуществах систем сертификации, будет несправедливо не упомянуть о тех лимитирующих факторах, которые мы на опыте своих проектов и вообще, которые мы видим в контексте именно международных систем сертификации, да, и в первую очередь всем понятно, это языковой барьер. И здесь мы говорим не только про, скажем, что никто не знает язык, языковой барьер здесь больше даже в том, что одни и те же термины, которые применяем мы в своей практике, которые прописаны в наших нормативных документах, они могут отличаться от тех же терминов, которые применяются, например, в зарубежных стандартах. И здесь иногда может происходить путаница, здесь, да, путаница, в том плане, что одним и тем же словом мы в международном стандарте и в нашей нормативной системе можем на самом деле подразумевать несколько разные понятия. Ну, вторым лимитирующим фактором является как раз опора на зарубежную нормативную базу во всех этих стандартах, да, это необходимость подготовки дополнительной документации, всю проектную, рабочую, там, исполнительную документацию необходимо переводить, адаптировать, делать дополнительные расчеты. Ну и самый главный лимитирующий фактор с недавнего времени – это, да, то, что все сертифицирующие органы прекратили работу на проектах в России, да, и все вот это в совокупности с растущим спросом на сертификацию, да, становится таким драйвером для создания российских систем сертификации. И вот буквально на предыдущей сессии мы обсуждали появление национальной системы сертификации «Клевер», которой мы занимались разработкой в том числе с коллегами, с коллегами-экспертами, там, с центром ГЧП, с ВЭПРЭФ. Это появление, как раз-таки, КОСТа для зеленых зданий жилых. Есть, например, система сертификации «Айрис» для инфраструктурных проектов и некоторые другие, которые появляются на рынке. И какие мы видим преимущества национальных стандартов, да, относительно зарубежных? Это, естественно, опора на российскую нормативную базу, это понятность терминов и определений для проектировщиков. То есть, если, например, дать международный стандарт проектировщику, который, там, допустим, знает просто иностранный язык, у него это займет, конечно, определенное количество времени, чтобы разобраться и в терминах, и в методиках этих стандартов. Но, опираясь на общепринятую российскую терминологию, мы, конечно же, упрощаем вот эту интеграцию российской системы в общепринятую практику. Здесь же, да, в том числе и понятность доказательной базы, потому что на опыте проектов очень многим проектировщикам непонятно, а что нужно предоставить для вообще доказательства выполнения тех или иных критериев. В национальных системах это более понятно, да, потому что они опираются на структуру разделов проектов по большей части. В перспективе мы видим также возможность учета особенностей российских регионов, потому что в международных стандартах учет региональных особенностей, он идет на всю страну, что, говоря о России, совершенно неприменимо. Все регионы имеют свои климатические особенности, свои социальные, экономические особенности. И здесь необходимо, конечно, создавать свои методики, свои инструменты учета этих особенностей. Ну и говоря о том, что помимо вот этих систем сертификации добровольных появляются и ГОСТы, то есть практики устойчивого развития, они уже из качепорий, скажем так, инновационных, переходят в качепорию общепринятых таких практик, что тоже хороший знак. То есть, да, с одной стороны, эти стандарты должны непрерывно развиваться, но с другой стороны, часть практик уже может войти в, скажем так, в индустрию, в общепринятую, в традиционную практику строительства. Ну и, в принципе, на этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Анастасия. У меня есть ряд вопросов. Один из них связан, на самом деле, с таким, возможно, заблуждением, что некоторые заказчики боятся, да, пугаются использовать и внедрять системы сертификации, потому что, кажется, они значительно способствуют росту стоимости, как проектирования, так и уже дальнейшей эксплуатации. Может быть, вы сможете привести примеры из вашего опыта, когда уже при проектировании, да, насколько сильно поменялось? Или уже после того, как объект был сертифицирован, насколько изменилась его стоимость на рынке? Да. Ну, может быть, конкретных цифр я сейчас не назову, но, скажем, по опыту проектов, на наших проектах удорожание стоимости строительства зеленого здания происходит где-то на 3-5%. И, действительно, это незначительное удорожание, но, например, у некоторых проектов стоимость здания увеличивается, например, на 10% рыночная стоимость. То есть, в принципе, да, может быть, такой страх и бывает у заказчиков, но в основном, как бы, вот эти преимущества сертификации заказчики имеют, скажем так, понимание, зачем это нужно, и не всегда оно связано с финансовой стороной. То есть, многие компании заинтересованы, например, в создании, там, качественной среды или в повышении конкурентоспособности своих, там, коммерческой, своей недвижимости. Спасибо большое. Я бы хотела тогда перейти и дать слово Екатерине. Екатерина, как я знаю, компания «Бручника» давно использует и внедряет международные стандарты и сертификации. Можете ли вы рассказать, как изменилось, если изменилось вообще этот подход к проектированию? И если да, то как? Спасибо. Я попробую в этот микрофон тогда. Мне ответить... А меня слышно, да? Отлично. Мне ответить на ваш вопрос с презентацией или в каком-то... На самом деле, наш подход, как компания «Бручника», он не изменился. Мы также пользуемся теми метриками, которыми пользовались до начала, так скажем, кризиса этой весной, когда от нас отвернулись часть наших подрядчиков. С частью подрядчиков мы продолжаем наше сотрудничество, но, конечно, не в том объеме, в котором это было раньше. Но ничто нам не мешает применять эти принципы на практике, о чем я сейчас расскажу на примере нашего проекта в городе Тюмень. Этот проект называется «Речной порт». Собственно, почему соучаствующее проектирование и устойчивое развитие? Как они между собой связаны? Мы привыкли все к тому, что устойчивое развитие — это про экономику, это про экологию, и очень часто мы выключаем жителей прилегающих территорий и сообщества с процесса проектирования, и это происходит очень зря и, скорее, неосознанно. Просто мы так не привыкли действовать. Для нас это больше формальность, чем что-то увлекательное и необходимое. Как показал наш опыт, это необходимая история, ее важно очень сильно применять. И мы для себя, как систему Метрик, выбрали систему Brim Communities. Она очень схожа с системой International с точки зрения баллов и с точки зрения рейтингования. Как вы видите, в России таких объектов пока что нет. Мы были первыми, кто хотел это сделать, но сейчас мы вынуждены просто применять эту методологию без возможности отправить результаты наших изысканий институту Brim. Собственно, почему Communities? Если вы обратите внимание на диаграмму, 45% — это социально-экономическое благополучие территории. Это как раз соучаствующее проектирование и вовлечение. Остальная половина системы сертификации, она также комплексно рассматривает территорию, как любая другая система. Она рассматривает вопросы менеджмента, экономики, транспорта, экологии и так далее. Как эта система влияет на формирование мастер-плана? Во-первых, чем она отличается от International? Тем, что она делится не только на группы критериев, но и на шаги. Эти шаги очень комфортно делятся на стадии проектирования. Перед тем, как приступить к системе сертификации, у вас происходит система оценки, так скажем, ваших реалий. Вы созваниваетесь институтом БРИ с разработчиками, обсуждаете критерии без полк. Они говорят о том, какие подходят к вашему конкретному проекту и конкретной территории. И дальше вы начинаете ваш путь. После первого шага вы отправляете все ваши наработки через оценщика в институт БРИ. Он дает свою обратную связь о том, насколько все выполнено корректно и насколько данные релевантны, и их можно использовать далее. И в конце шага 3 вы получаете единственный и финальный сертификат. Здесь цветным обозначено то, насколько вы можете влиять теми или иными решениями на качество проекта. И очень важно отметить, что чем раньше вы задумаетесь о том, чтобы ваша территория была устойчивее, тем проще это будет реализовать на практике. Какие-то решения после стадии концепции детального проектирования будет применить либо слишком дорого и затратно по времени, либо невозможно. Сейчас хотел бы поговорить уже о нашем кейсе в Тюмени. Это проект речного порта. Почему-то у меня не переключается. Отлично. Территория на самом деле для Тюмени очень знаковая. Несмотря на то, что она находится практически в самом центре города, она пришла в некоторое запустение. И вот почему. Она формировалась достаточно давно и была связующим звеном для всей Сибири. Собственно, с этой территории началось все пароходство в Сибири. И по Туре была налажена коммуникация для северных отдаленных районов. С течением времени и технологизацией процесса было закуплено более новое оборудование, поставляли краны из Германии, была построена причальная стенка. Далее технологии развивались, и они просто пришли, ну так скажем, потеряли свою актуальность, нашлись более эффективные, более быстрые пути коммуницирования с другими регионами, и территория пришла в запустение. Сейчас на ней находится та же причальная стенка, несколько кранов, два из них в более-менее хорошем состоянии. Мы сейчас их реставрируем, будем применять их дальше на территории, как объекты культурного наследия. Здесь также осталось очень много старых построек, скажем так, которые носят культурно-исторический характер. Мы проводили ряд семинаров с администрацией города Тюмени, обсуждали эти все объекты, и один из них под номером 17, это бывшая электростанция, мы уже реновировали, и сейчас в нем находится офис продаж брусники. Можете посмотреть, кстати, на сайте фотографии есть, очень красивая. Сейчас, собственно, про вовлечение, как мы его проводили и зачем оно нам было нужно. Самая главная задача вовлечения и конечная – это повысить качество жизни. Этого достичь невозможно без того, чтобы привлечь сообщество и сформировать его, так как территория пустующая, сообщество сейчас на нем отсутствует. И это очень важно. Конечно, в рамках работы, так или иначе, у вас формируются рамки для устойчивого развития. Вы поймете направление, в котором необходимо двигаться, так как консультации проводятся не только с жителями, но и с другими группами. Я расскажу чуть позднее об этом. Ну, этапы, самый первый, основной – это определение стейкхолдеров и принципы взаимодействия с ним. И дальше уже непосредственно вовлечение – это информирование, консультирование, либо коллаборация. Стейкхолдеров мы выявили вместе с нашими подрядчиками 15 групп. Когда мы их выявляли, мы руководствовались Brim Communities. То есть для нас было очень важно подключить те сообщества, которые, как правило, игнорируются. Это люди пожилого возраста, это мобильные группы населения. Далее мы их разделили на несколько, так скажем, групп всех, кого мы выявили, да, в том числе это власти, образовательные учреждения и так далее. И выявили стратегию, как же мы должны с ними взаимодействовать. Мы подошли к этому, ну, так скажем, с помощью вот этой матрицы. Мы посмотрели на то, как конкретная группа может влиять. Либо у нее низкое влияние на данную территорию, либо высокое. И дальше, как мы будем ее вовлекать в этот процесс. Либо мы с ними консультируемся, либо мы устраиваем коллаборации, либо мы информируем, либо мы наблюдаем. То есть, если у нас, например, влияние низкое, мы понимаем, что заинтересованность, как таковая, тоже может быть низкой, то мы принимаем решение, что мы с данным стейкхолдером наблюдаем за развитием ситуации и по мере необходимости вовлекаем в процесс. Если мы понимаем, что влияние, наоборот, очень высокое, мы вовлекаем в процесс. Например, это были жители территории, застройки соседних территорий и политики, и политические активисты. Вовлекали мы, с точки зрения коллаборации, уже представитель местных и региональных властей, собственников прилегающих земельных участков, бизнесы и так далее. Первым этапом было анкетирование. Мы опросили 613 человек. Все проходили опрос разными методами, но вопросы были одинакового характера. Например, часть респондентов отвечали с помощью нашего IT-ресурса через сайт, через Google-форму. Часть отвечали очно. Например, мобильные группы населения и пожилые люди отвечали очно на наши вопросы. Таким образом, мы сняли, так скажем, полувозрастной состав респондентов и распределили их на группы. И дальше поговорили с ними, а как они оценивают территорию сейчас, что они думают, какая она, какие она вызывает эмоции у людей. И мы поняли, что на самом деле все зависит от того, к какой группе человек относится. Чем ближе человек, либо локальный бизнес, имеет отношение к данной территории, тем острее у него оценка. И на самом деле это очень важно, потому что он очень много времени на ней потенциально может проводить. Это очень важно брать во внимание. Основные, так скажем, особенности, да, негативные данной территории, неудобства, с которыми сталкиваются люди, это невозможность подойти к реке, это о том, что присесть негде и провести время тоже негде, территория недоступна, точек питания нет. То есть, в принципе, территория неблагоустроена для человека, она его не приглашает провести там время. И это о том, какой образ района люди для себя видят, с чем он ассоциируется, что для них важно для данной территории. Помните, наверное, ранее я сказала о том, что раньше это был порт, что там очень яркая идентичность территории, и люди это помнят, люди это видят, и для них это важно. Важно это сохранять и транслировать. Также они говорят, что это река, это вода. Они хотят вот этого соприкосновения с природой и с историей, которая сейчас отсутствует. И дальше мы спрашивали, «Хорошо, а что вы хотите сделать на этой территории?» Они отвечали все по-разному, в зависимости от того, какая это группа. Ну, здесь видно на данном слайде, что кто-то хотел просто сидеть, отдыхать. Для кого-то было важно активный отдых, для кого-то было важно, например, гулять, выгуливать собаку. Мы выделили наиболее яркие потребности и далее мы проводили ряд глубинных интервью с представителями локальных бизнесов, с представителями сферы образования, выявляли их потребности и, собственно, итоги, к чему мы пришли. Мы взяли эту территорию и посмотрели, как мы можем внедрить все то, что мы получили от сообществ, которые заинтересованы в ее развитии. Во-первых, мы восстановили связь реки и города, что очень важно. Наладили городские связи, которые сейчас отсутствуют ввиду рельефа и заброшенности данной территории. Далее, мы расширили набережную, подчеркнули культурный аспект, чтобы он не потерялся. Сейчас его не видно, его важно восстановить и показать, создать там парк, по которому можно гулять. И, конечно, это жизнь у реки, что очень важно, это дома с видовыми окнами, натуру и так далее. И здесь такое, так скажем, в крупную функциональное зонирование, что мы хотели подчеркнуть, это зеленая набережная рядом с рекой, это застройка у воды с сохранением индустриальной вот этой нотки, с сохранением двух кранов, то есть созданием площади. Это культурная набережная, это все то, что было важно людям. И следующий момент, это как раз приватные пространства между домами, то, о чем они также говорили, но при этом боялись. Они очень боялись того, что мы закроем всю эту территорию, к воде будет не подойти. Мы их услышали и сделали ее открытой, настолько, насколько это было возможно. Вот наши счастливые участники последнего воркшопа, который проходил, как раз напротив той электростанции в речном парту. Методы были разные взаимодействия с ними. Это только начало. Очень важно не пускать инженерную составляющую, потому что есть ограничения, которые мы не способны обойти. Как минимум, то, что тура каждую весну развивается на 7 метров вверх. То есть доступ к реке, это как бы опасно. Об этом тоже стоит задуматься. И ряд других изысканий. То есть вовлечение – это прекрасно, это очень важно, и это 50% успеха. Но остальные 50% – это, конечно, какие-то глубинные изыскания уже с профильными специалистами. У меня все. Если есть вопросы... Пожалуйста. Спасибо, Екатерина. Спасибо вам. Действительно, социальное вовлечение, процессиваторное проектирование – это очень важный такой элемент. И кажется, что он не совсем прозрачный для систем сертификации, потому что мы понимаем, как проектировщики могут использовать эти системы. Мы понимаем в целом, как оценщики, эксперты, могут сказать, как улучшить, собственно, планировку, эксплуатацию этого здания. Мне бы в том числе хотелось у вас спросить, можете ли вы рассказать о каких-то решениях, практиках внедрения инструментов, которые способствуют формированию здоровой среды, можно на проекте как раз речного порта. И может быть, как раз те решения, которые выявили, анкеты, опросы, фокус-группы, которые предложили сами жители, и вы успешно дальше их внедрили в ваш проект. Да, отличный вопрос. Спасибо большое за него. Решения, которые мы выявили, для нас были интересными. Во-первых, мы не ожидали того, что люди вовлечены в историю, что им это важно, потому что обычно все говорят, убираем все, строим по новой, нам это не надо, давайте заново. А здесь все было наоборот. Люди были очень вовлечены, они нам в этом очень помогли. Они подсказали нам, что мы на правильном пути, что мы идем в нужном направлении. Далее для нас было очень важным то, что все-таки это территория промышленная. И мы привлекали экологов для того, чтобы они сделали полноценные изыскания, обследования, и нам необходимо будет делать ревитализацию земли, улучшать все это с точки зрения экологии. Это тоже про новое для нас. Ранее мы такого не делали, всего того, что у нас территории такой не было раньше. Что еще было интересное, что мы привнесли, мы выявили, что людям очень важен активный отдых. Они очень хотят там скейт-парк, они хотят там, как это ни странно, есть у воды, они хотят рестораны с видом на реку, они хотят там парк, и они готовы в этом участвовать, что тоже очень важно. Мы проводили эти воркшопы как раз в разгар ковида. И от каждой группы пришло по одному-два человека, а групп там 15. То есть люди пришли, мы очень боялись, что никто не придется побояться. Никто не побоялся, кто-то присутствовал удаленно, это было очень интересно. Я прям всем очень рекомендую хотя бы раз попробовать такой проект, оно того стоит. Спасибо большое. Да. Ну, это, видимо, плат в будущее, когда они приходят и дальше. Сергей, я, наверное, так раз передам слово вам. мы вот немножко в целом затронули то, как появляются стандарты, какие эффекты от их применения, и немножко обсудили, может быть, те аспекты, которые помогают создать здоровую среду, на которую как раз рассчитан каждый из нас. И можете, продолжая как раз в том числе, наверное, тему социального вовлечения рассказать о проектах вашего бюро, как вы внедряете в том числе подходы к созданию здоровых пространств. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо всем, кто дошел до нашей сессии. Я хотел бы рассказать, наверное, больше не о самих стандартах сертификации, а больше каких-то элементов, которые влияют на критерии для этой сертификации. в разрезе наших проектов. Начать бы я хотел с рассказом о бюро. Наше бюро существует с 2014 года. Мы сделали его с моим коллегой и партнером Алексеем Мафоничкиным. Мы вместе с ним учились в школе, в институте, работали и решили вместе сделать бюро. И партнерство это основной тезис для нас. Сейчас мы фокусируемся на комплексном благоустройстве, развитии территории, общественных пространствах. Какие-то из наших проектов в Москве возможно вы там были. Это городские балконы против Кремля и Зарядья. Это летний кинотеатр в парке Музеон. Это парк, который находится тоже в центре, рядом с Крымской набережной. Это павильон книги на ВДНХ. это реновация павильона 517. И переходя к теме, по которой я буду рассказывать, я хотел бы начать с объекта, секунду, с объекта, который помогает преодолевать стресс. И это небольшой объект, который мы сделали еще давно, в 2013 году, но после пандемии и текущих событий актуальность его возросла многократно и сейчас мы ищем инвестора, в принципе уже есть у нас варианты для реализации этого объекта в городе. Называется это объект антистрессовый модуль О2. Это небольшой модуль, который представляет для себя куб и снаружи это такой яршистый объем, а внутри достаточно обтекаемый, способствующий расслаблению и для этого также помогают те объекты, которые находятся внутри этого модуля. Это кресло с кушеткой, это аромат натуральных растений, рассеянный свет и расслабляющая музыка. Сам объем этого объекта это 2 на 2 метра и вот так выглядит он, если рассматривать его в структуре городской, это Белая площадь в Москве и также он может быть и в офисном пространстве. Это такое место, где человек может побыть 15-20 минут самим собой и это мне кажется важная история для ментального здоровья, когда вокруг шум, шум в городе и либо шум в офисе, побыть наедине с собой, восстановиться, найти баланс и вернуться к плодотворной работе. Также этому способствует и рассеянный свет, и та музыка, которая звучит, и те материалы, которые мы применяем. Натуральное дерево, матовое стекло и живую стену. И такой объект, он может быть как и уличного использования, так и внутри помещения. Здесь что-то кликер не очень хорошо работает. Для нас было важно, чтобы этот объект был трансформируемый и переносной. То есть, в принципе, его достаточно легко с помощью контейнеров перевозить, транспортировать, соединять даже. Мы предлагали модульность. И так он может выглядеть внутри офисного помещения. Надеюсь, что скоро мы сделаем рабочий прототип этого объекта. И думаю, что вот такой элемент, элемент, который может позволить человеку расслабиться, найти минутку для того, чтобы восстановиться, он очень важен для устойчивых пространств и территорий. Следующая большая тема, которая нам интересна, это велнес-среда, благоустройство территорий в общественных пространствах. И на самом деле это важная история также для снятия стресса. Здесь вы видите пример проекта в Жэньчэнье. Это Китай. Достаточно плотная застройка в Китае. тем не менее они находят места для размещения зеленых островков. кровля Кодоминиума. И здесь в принципе если вы посмотрите достаточно много растений и такое многоуровневое озеленение, которое позволяет себя совершенно почувствовать не на крыше какого-то большого небоскреба или внутри мегаполиса почувствовать себя в саду настоящем будучи на кровле здания. И это конечно способствует релаксации человека. Вот вы можете обратить внимание на количество растений которые используют в проектах то есть настоящий ботанический сад практически и многоуровневость этих растений не так много газона много каких-то разнотрав вечно зеленых в том числе растений. И тождественен на этой истории проект который мы делаем сейчас с девелопером в Москве первый Нагатинский это тоже благоустройство жилого комплекса которое находится на стелопатной части здесь много ограничений и нельзя было например высаживать много крупномеров тем не менее мы хотели создать такую точно тоже место сада возможности для отдыха внутри мегаполиса для человека возможности для отдыха для восстановления ментального здоровья придумали различные зоны объединив их такой живой рекой надо сказать что мы вдохновлялись японской гравюрой когда делали японским садом и мне кажется что в мегаполисе очень часто не хватает возможности побыть собой уединиться и найти минутку для восстановления как раз поэтому мы придумали какие-то зоны в том числе вот такая зона для медитации с таким фонтаном ручьем из камня где можно уединиться зону где можно заняться спортом это трансформируемый павильон для йоги тоже который закрыт многоуровневым озеленением тут мы тоже поработали над различным составом растений применили достаточно много интересных видов иргура дедрон можжевельники применили вместо газона ажипу и в принципе состарались сделать разноуровневое озеленение в этом проекте также сделали в этом проекте зону у очага место где можно собраться всей семьей или с друзьями посидеть у огня это такая зона городских диванов изолированная многоуровневым озеленением и действительно позволяющая почувствовать себя не внутри мегаполиса а где-то на природе далеке от шумных будней и также важно дать возможность человеку поработать и после пандемии все больше людей работают из дома важно дать возможностям комфортно работать из дома не всегда это комфортно делать в квартире поэтому когда на территории есть какие-то павильоны или место для комфортной работы это всегда здорово и мы тоже такое место сделали в своем проекте зона нетворкинга здесь также можно встречаться с соседями и конечно детские площадки мы любим уникальные детские площадки проектируем их с психологами и игра с ребенком и вообще игра детей когда особенно она не запрограммирована детская площадка и дает ему больше свободы это всегда очень и очень интересно здесь у нас детская площадка которая напоминает гравюру большой волны и построена на этом образе так она выглядит и еще немножко миятзаки следующий важный тезис который мне кажется продолжает то что говорили до меня это 15-минутный город и возможность такой город реализовать и начать я хотел с проекта который сделан в городе Мальме Швеция это третий город в Швеции ревертализация большого по-моему грузового порта большой проект он тоже известен с точки зрения не знаю есть ли у него сертификаты но с точки зрения устойчивого развития здесь в том числе применяется и зеленый каркас общественных пространств и использование вторичной воды экологические материалы в том числе например сделано вторичное использование дождевой воды для полива с помощью мини-водопадов и порогов и также сделано озеленение крови для того чтобы удерживать дождевую воду это очень интересный проект с точки зрения благоустройства и подхода благоустройства когда вы можете посмотреть картинку справа там практически нету газона и вот как раз такой разноуровневый рельеф и 15-минутный город это история про то когда человек живет не в спальном районе а в новом квартале в котором есть все что необходимо ему для полноценной жизни это и музеи и парки и какая-то инфраструктурная история в виде детских садов школ и также необходимые элементы для физической активности то есть это полноценная жизнь у дома и все это находится рядом и тут я хотел бы перейти к проекту который мы делаем с группой Талон мы делаем часть благоустройства этого большого проекта жилой квартал Шагал это ревитализация Зила Юг большой промышленной зоны завода Зил в Москве надо сказать что Эталон очень ответственно подошли к этому проекту они разработали мастер план всей территории с бюро КСИП который в дальнейшем адаптировал и создавал регламенты бюро Ситимейкерс Московское здесь вы видите часть прогулочных маршрутов внутри этой территории бульвары которые объединяют и пронизывают эту территорию они тоже тематические и разные в том числе имеют разный образ и я перехожу чуть ближе к нашей территории которую мы выполняли она находится справа это первая очередь жилого комплекса Шагал который сейчас реализуется и скоро будет введена надеюсь в эксплуатацию важно сказать что для застройщиков было важно закрыть доступ движения машин внутри бульваров и дать эти бульвары жителям в том числе для развития сообщества и для формирования комьюнити внутри этой территории для активности бизнеса и вы видите бульвары которые пронизывают застройку они достаточно много озеленены хотя это было сложно внутри бульваров как раз шли магистральные сети и за счет долгой работы нам удалось создать вот эти островки с геопластикой и озеленением внутри этих бульваров в том числе включить туда какие-то спортивные элементы и игровое оборудование индивидуальное и элементы арта надо сказать что озеленение на таких бульварах и геопластик она позволяет не только создать комфортную среду но и защитить от какого-то негативного воздействия там как пыль как шум от машин ветер и это дополнительная ценность для этой территории плюс это конечно создает всегда индивидуальный ракурс на это пространство тут мы также работали с озеленением мы стараемся делать не меньше 50% хвойного озеленения в проектах чтобы это всегда было интересно и зимой тоже использовать естественно многолетники в данном конкретно проекте в основном мы используем кустарники и невысокие деревья в связи с ограничениями и также мы использовали вот такой индивидуальный малый автурный формы которые сами придумали разработали водоворот на которые нанизаны спортивные функции и детская в тех частях бульвара где это было оправдано и где это было связано с первыми этажами жилого комплекса и в заключение я хотел бы сказать что вот такой комплексный подход к развитию территории создание комфортной среды внутри этой территории внутри жилого комплекса не только внутри дворовой но и в целом комплексное развитие всего квартала это большая ценность для устойчивого развития для дальнейшего развития вообще территории как таковой чтобы она жила и развивалась но я думаю что это также является критерием для сертификации по стандартам которые ранее коллеги указывали это три тезиса про которых я вам рассказал вкратце по примерам наших проектов и я предлагаю подписываться на наш телеграм-канал по этой ссылке мы пишем не только об архитектуре также о том о наших впечатлениях и то что нам интересно спасибо большое спасибо большое да кажется тут тоже был бы не лишним такой антистресс модуль где-то здесь точнее даже шумопоглощающий чтобы на секунду или даже на минутку быть наедине с собой и отвечать я бы хотела спросить у вас Сергей вы упоминали как раз про программирование которые в одном из проектов активно внедряются можете ли вы рассказать как в целом появляются какие-то здоровые пространства на ваших территориях которыми вы занимаетесь это какая-то инициатива от вас как от проектировщиков или в том числе вы спрашиваете жителей ну мне вообще интересна история вовлечения и интересно это особенно в новых проектах когда работаешь со сложившейся структурой там наверное это более понятно вот когда работаешь с новым объектом который где-то еще не знаешь кто будет жить в этом доме там это намного сложнее и не всегда у всех одинаковые критерии работы в этом отношении у девелоперов бывает разная история мне кажется то что важно что эта ценность сейчас стала продвигаться большим количеством девелоперов и все больше это становится не просто чем-то новым ноу-хау а просто нормой и обязательным условием для выполнения проекта то есть многие девелоперы уже включают это в ТЗ как обязательное условие это важно для программирования территории и важно что архитектор уже не воспринимается просто как человек который проектирует здание или просто проектирует какую-то красивую малую штурную форму а воспринимается как человек с комплексным подходом который должен разбираться как минимум в смежных областях и уметь объединять создавать команды вокруг мне кажется то что вот это очень важная история которая стала развиваться что касается нас мы сейчас делаем очень интересный проект с инвесторами из Колково поселок Московской области с программируемыми пространствами где жители смогут влиять на изменение этих пространств во времени то есть мы закладываем такую возможность когда жители будут покупать дома и когда будет формироваться комьюнити мы даем эту платформу для изменения общественных пространств внутри этого поселка с этими жителями этому сформированному комьюнити и сейчас как раз много работаем над тем как мы можем это смодерировать с помощью чего с помощью приложения или с помощью каких-то заранее прописанных правил это еще то есть здесь на самом деле еще много открытых вопросов которые мне кажется в том числе и девелопментом и архитектурным сообществом еще нащупываются как лучше эта работа это лучше внедряется в проект спасибо большое так Екатерина тоже упомянула что чем раньше по сути будут внедрены какие-то принципы тем будет лучше и для проекта и для жителей и мне кажется что на самом деле действительно можно говорить о том что должно меняться целеполагание таких стандартов не то что они внедряются для эффективной стоимости самих девелоперов финансовой составляющей но и в целом вкладом в тех людей в будущее тех людей которые будут жить пользоваться этими пространствами этими зданиями и в продолжении я бы вот хотела задать такой вопрос Анастасии может быть вы исходя из в том числе собственного опыта можете дать пару советов проектировщикам девелоперам на что нужно обращать внимание в первую очередь чтобы внедрять какие-то как раз жизнестойкие решения и там для зеленого строительства для зеленых зданий Ну давайте я наверное отвечу здесь Ну говоря о том что устойчивое развитие это три больших аспекта и здесь мне хочется сказать что обращать внимание нужно на все и смотреть на проект как на единое целое на совокупности взаимодействия взаимовлияния разных решений то есть на самом деле где-то энергоэффективные решения могут влиять на скажем так на определенные параметры помещений ну в общем смотреть нужно в совокупности и немножечко когда люди проектируют нужно периодически вот так подниматься над всем проектом и смотреть на картину целиком а куда мы идем какие цели в общем-то у нас в проекте я бы так сказала спасибо большое и такой наверное последний вопрос и потом мы перейдем к вопросам из зала говоря про стандарты в целом в голове сразу возникает нарратив унификации какой-то да и можете ли вы из собственного примера Екатерина Сергея рассказать как в целом при использовании каких-то критериев методик оценки и не потерять вот индивидуальный подход к каждому проекту на самом деле когда я рассказывала про наш кейс речной порт одно из первых и самых важных вещей которые я сказала это то что у каждой территории есть своя идентичность и если вы изучаете проект комплексно как уже сказала моя коллега из HPBS то вы так или иначе эту уникальность не растеряете это самое наверное важное самое основное это предварительная аналитика посмотреть а какая территория сейчас до того как я туда пришел со своим проектом как она жила до меня и как она развивалась что я могу из этого сохранить в чем есть ценность и тогда ну ничего не растеряется мне кажется это очевидная история ну я согласен я только добавлю то что в принципе когда ты занимаешься вовлечением мы тоже это делали участвовали глубинные интервью проводили ты никогда не получишь однотипный продукт потому что иногда ты можешь иногда люди тебе подскажут то о чем ты даже не думал и то что ты даже не рассматривал для этого места возможно но когда ты начинаешь общаться ты для себя тоже многое можешь открыть и это в том числе дает индивидуальность проекту поэтому мне кажется что это наоборот способствует транснообразию решить да соглашусь с вами подскажите пожалуйста может быть у нас есть вопросы из зала хотела бы немножко уточнить у Екатерины по вопросу порта начинали с бриам а заканчивать мы будем ждать когда подрядчик вернется на российский рынок или мы будем сертифицироваться иначе другими компаниями вопрос очень хороший мы на самом деле довольно долго об этом думали разговаривали с нашими оценщиками потому что они также подрядчик из Великобритании с которыми сейчас наше сотрудничество временно приостановлено но мы с ними выбрали такую стратегию что мы накапливаем доказательную базу как только будет возможность мы будем ее отправлять вот собственно наверное итог такой мы пережидаем скажем так этот шторм и после этого принимаем решение если для нас международный рынок откроется конечно мы вернемся все данные отправим но это нисколько не значит что мы закрываем мануал Brim Communities больше его не открываем мы принципами не пользуемся нет мы также пользуемся ими просто на данный момент не можем документы отправить в институт есть ли еще вопрос или да Сергей вопрос к вам на 30 слайде у вас значит были такие диванные зоны и деревянные настилы вопрос значит в плане как учитывается погодные условия может влияние то есть при эксплуатации то есть это качество самих материалов или периодичность как-то сезонность использования этих зон ну я так понимаю что в основном вопрос к диванам наверное да в основном к диванам и деревянный настил в том числе деревянный настил он в принципе неплохо если это лиственница неплохо переживает погодные условия и прекрасно стареет что если говорить о городских диванах то есть так как это приватная территория дворовая не общественная есть в принципе достаточно хорошие поставщики вангалоустойчивых тканей уличных ну есть например фирма фирмоп которая производит такие ткани французская но также есть российские аналоги то есть в принципе это история которая применяется и в европейском опыте это есть и в России тоже тут именно вопрос конечно зависит от продукта от класса продукта и там от приватности территории но в целом это возможно использование понятно что не в каждом проекте но это возможная история но также ничто не мешает сделать эти диваны не мягкими но также городскими диванами с комфортной посадкой то есть на стадии проекта закладываете какие-то критерии к материалам что еще раз не расслышал к материалам то есть вы на стадии проекта закладываете уже критерии да здесь в этом проекте мы разрабатывали концепцию рабочую документацию надеюсь что будет реализация в ближайшее время конечно в конце мы заканчивали рабочую документацию буквально сдавали до 24 февраля и там было очень много иностранных позиций которые мы поменяли потом в процессе корректировки после 24 февраля вот но в целом это все реализуемо и мы стараемся для нас важна реализация мы стараемся закладывать те решения которые возможно воплотить благодарю за ответ на этом наверное вопросы зала закончились судя по всему я бы хотела поблагодарить наших участников сессии вас уважаемые слушатели что как раз уделили время и послушали все наши скажем так доклады мне кажется что вместе с тем что мы обсудили и в том о том как применяют зеленые стандарты или даже если их не применяют мы видим что комплексный подход к созданию здоровой городской среды он как раз является таким надеюсь основополагающим для большинства проектировщиков вместе с историей про идентичность про вовлечение и как раз про те запросы которые есть у разных социальных групп у детей у людей пожилого возраста и я надеюсь что в целом несмотря на все ограничения препятствия мы будем по-прежнему создавать здоровые пространства и на этом у меня тоже все спасибо большое спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»